Ну вот давайте мы научимся вот эти самые числа вычислять, не рисуя картинки, а какими-то в геморрическом уровне. Это делается несложно, нужно получить только регулярную формулу, которая будет вычислять, скажем, вот такое число. Ну вот СН-пока, предыдущие числа, ну, например, через СН-пока и СН-пока-минусы. Ну, прежде чем этим заняться, давайте посмотрим, а как выглядит число стилинга в крайней ситуации. Ну, СН-по-одному, это что такое? Ну, мы разбиваем Н-элементное множество на одно подможности, ну, очевидно, число. СН-по-Н, мы Н-элементное множество разбиваем на Н-по-одному. Ну, ясно, что эти подможности карты состоят из одного элемента, ну, и способ такой, кому нравится. СН-пока-минусы. Ну, вот, знали, с формальным соображением, чтобы Волгом не смогли просили. Волгом будет считать, что СН-пока-минусы можно рассматривать такие численности. Ну, комбинаторного смысла они не имеют, что значит разбить на Н-по-одному. Ну, вот, тем не менее мы их определим и будем считать, что они равны. Ну, за одним исключением. СН-пока-минусы будет равно 1. Вот, зачем-то те... Обозначение, может быть, будет ясно позднее, когда появятся такие формы. СН-пока-минусы. Ну, опять-таки, можно рассматривать в случае, когда картует больше, чем в СН-пока-минусе. Но можно разбить элементное множество на карту одного не пустых, где картует больше. Но, очевидно, нельзя. Поэтому трудно считать, что такое число равномерно. Иногда вот такие обозначения нам тоже будут появляться. Ну, уже по обозначениям использования видно, что числа Сиренга, наверное, чем-то напоминают бенгарный коэффициент. Который я, посмотрите, обозначаю вот так. СН-пока. Хотя сейчас пошло в моду обозначать бенгарные коэффициенты вот так. Но при этом Н ставят вверху, а К-минус. СН-пока, мы, чтобы это определение этих чисел было похоже на определение числа Сиренга, мы определим так. СН-пока – это число К-элемент, то есть подмножность, В-элемент на ноль. Ну, действительно. Если у нас есть н-элемент на ноль, то есть подмножность, то скольчими способами мы можем выбрать из этих чисел К-а различных чисел. Нужно просто указать, что они нравятся эти чиселы. Но они вместе образуют К-элемент на ноль. К-элемент на ноль. Вот число таких способов выбросить К-элемент на ноль. Потому что и есть бенгарные коэффициенты С-элема. Как, наверное, все вы знаете. Ну, как это определяется в терминах псовод? Я же, как я вам сейчас говорил, наверное, не знаю. Так вот, бенгарные коэффициенты можно рассматривать и в случае, когда К, например, равно нулю. И ССН по нулю, в разуме считается равнометеннице. Ну, это даже керпинаторный смысл. И ССН по нулю. Это значит, мы смотрим, сколько у нас подмножность из нуля и веков. Подмножность из нуля и веков, то сколько? Ну, оно одно как 200. Поэтому, не только информация, но и в разуме, но и в разуме считать, что ССН по нулю равно с единицей. Этим эти числа отличаются. Ну, ССН по нулю, кстати, кто? Ну, с единицей, да, совпадает. Ну, ССН по ен, кстати, тоже равнометеннице. Ну, тоже это понятно. Так вот, для генгарных коэффициентов есть формула, которая позволяет выразить генгарный коэффициент ССН по нулю с 1 по К, где К может привлекать другие значения, но для горного коэффициента, естественно. через ну, два предыдущих генгарных коэффициентов. Предыдущие в том смысле, что у них нижний индекс уменьшен, здесь будет К, здесь будет К-1. Ну, правда, эта формула имеет смысл, конечно, только при К большим либо равном единицам. При К равном 0, ну, просто единицам. Получается, какая-то формула минуса. Вот эта формула, давайте вспомним, что паска. Здесь, она не только, она тут, что математика, и физика, и философа, приезда паска. Давайте вспомним, как доказывается эта формула. А доказывается она очень просто. Что такое за из n-21 по К? Это число способов выбрать К элементов, или К чисел в этих n-1 числа. Давайте зафиксируем последний элемент, n-1. И ясно, что число способов выбрать К элементов среди этих n-1, множество таких способов, распадается на два класса. В один класс попадают все такие выборки, которые соответствуют n-1, а в другой класс попадают все выборки, которые в n-1, то есть 1 элемент нет. Но если выборка не соответствует n-1, то какая или нет выборка выборка или первая? А количество каких выборок мы знаем ровно через n-2. Значит, выбор вот этого первого класса будет ровно через n-2. Мы предпочитаем, что выборка, кого выборка. А это все выборки, которые задержаны. Но тогда, кроме него, еще камень из этих элементов мы должны выбирать среди первых. Почему камень из этих элементов? Ну а число способов выводить камень из этих элементов, чевидно, равно c и z поставим. Ну и теперь нужно только сложить оба этих числа. Тут мы используем правило сложения чмин. То, что часто поменяется камень из этих элементов. Вот и все, а доказательство то, что поставили. Ну давайте подобным же образом попробуем получить точность-то для численности. Ну, разумно тоже считать, что k у нас будет не меньше единицы, естественно. Вот. потому что k равно нулю, вот это совсем будет бессмысленно, а как k равно нулю, у нас и так 0. Поэтому k у нас не меньше единицы. но в случае, когда k равно единице, наверное, тоже это формула. то, что такое s n плюс 1 по k. Это 100 способов разбить наше n плюс 1 шаг, на k группу. Количество каких-то разбиений, все такие разбиения мы тоже разбиваем на 2 классы. В один класс мы запишем все разбиения, в которых n плюс 1 шаг образуется подмножество, которое только из него одного и состоится. А тогда остальные камеры массативные подмножества вот я вписываю м1, мы назвали n камеры массативные они будут образовываться в разделении первых организмов. А подмножество 100 км плюс 1 элемента это будет тогда множество которое мы можем оборвать с m синдексом вот оно такое возглавление. Вот рассматриваем все такие разбиения. Сколько их? Ну, очевидно, что их s n потому что фактически они сводятся к тому, что мы n подбиваем на каменном 1 непосредственно. Какие еще разбиения мы не учили? Мы не учили разбиения, в которых n плюс 1 элемент входит в какое-то множественное разбиение и при этом кроме n плюс 1 элемента еще какие-то элементы называются множественными. и как его чистить? Возьмем какое-нибудь из этих разбиения пусть это множество кроме n плюс 1 и плюс 1 и еще чего-нибудь нам нужно найти каких-то разбиений как мы это можем сделать? берем берем любое такое разбиение берем то множество которое содержит элементы плюс 1 и выкинем из этого множества это цель то есть оставим вот такое но остальные множества и k минус 1 мы оставляем без изменений тогда мы получим k тоже не пустых множеств вот это множество не пустое которое образует разбиение n элементного множества то есть если мы из любого нашего разбиения второго класса так сказать выкинем n плюс 1 элемент и соответствую множеству то у нас получится какое-то разбиение n элементного множества на k подножить а теперь смотрим обратно как можно восстановить по какому-то разбиению элементного множества на k как можно восстановить разбиение того класса то есть как обратить операцию выкидывания этого m плюс 1 очевидно вот тут у нас имеется какое-нибудь разбиение подможество подможество пустое так мы можем из этих множеств выбрать произвольное множество m i и добавить в него искусственное остальное множество оставим без изменения тогда мы получим уже разбиение r плюс 1 элементного множества тоже на k подможество и причем это будет разбиение относиться как раз ко второму классу потому что то множество которое содержит плюс 1 элемент оно еще какие-то элементы которые у него остаются из того наблюдения что вот эта операция удаления первого элемента она в обратную сторону если ее применять из-за того разбиения получается камень мы можем помыть и выбрать и как бы мы его не выбирали получается естественно разные потому что разные множества у нас содержит элементы значит из одного разбиения вот такого мы можем получить камень разбиений второго класса ну и получается что число разбиений второго класса согласно правилам умножения здесь должен быть множитель к перед первым слагаемым потому что да потому что исчезли у нас как бы исчезает множество их становится к-1 ну да а когда когда не исчезает то там к вариантов по-прежнему просто перепутали к и к-1 числа все остальное было хорошо секундочку секундочку надо смотрите когда вы пишете число с тем из-за n по к-1 то когда у вас к-1 то у вас есть ситуация когда n-1 в отдельном множестве там этих множеств сразу становится к-1 а а а а ситуация да 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 когда к-1 а когда к умножаем тогда на к на количество множеств все хорошо да мы n-1 разделим на к подможем на 1 а почему я к и потом мы к какому-то одному из них добавляем первые и получается да и конечно там вот получилось такое вот да ну из него действительно в частности получается только равно единицу что sn плюс 1 по 1 но sn по 1 ну и плюс 0 потому что мы выбрали что sn по 0 ну а отсюда видно что эти числа не меняются они у нас единицы в формула действительно это работает они у не не они не 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 Продолжение следует...